я буду с украины такого города хмельницкий это может вопрос у вас интересно есть да есть вопрос откуда вы будете из харьков а в данный момент где находитесь квартире ну это круто в какой стране в канале в канаде этой стране лё в канаде она нет ну отлично что вы можете сказать про украину это хотел общий вопрос украина это что отрывка коммунистического режима вот я могу сказать а ну это типа если бы не было коммунистического режима не было бы украины не было бы как геополитического понятия географическое то было как урал от сибирь при империи была украина но как географическое понятие а большевики ну и даже не большевики это началось при керенскому если вы знаете историю украина и вот я знаю вот объективную историю это директории были директории начались при керенском летом 17 года вот с этого момента можно исчислять появление украины как геополитического понятия а до этого была география у киевской руси вообще не было было просто русь а киевская уже вот это предлагательная киевская неблагозвучно это продукт конца 19 начала 20 века было просто русь был такое государство русь который столицы которого был большее время ее существования киев украина то причем впоследствии на месте руси образовались иные государства в том числе украина вот в семнадцатом году а вы в самый выходе советского союза или с канады не на родился я в ссср да а а как вы думаете советский союз если вернулся было бы хорошо или плохо нет я не сторонник советского союза даже противник я говорю из-за советского союза созданы такие геополитические понятия как украина а как вы думаете если бы россия соединилась с украиной вместе и дальше дальше живо это было бы хорошо или плохо но это нереально нек ряд областей украины это реально что соединяться я не знаю есть преимущество в этом есть недостатки я бы может предпочел независимость слабожанщины допустим вот харьков сумма это слабожанщина а еще часть да конечно ну разделите да я не люблю снова разделить лучше играть фрагментировать лучше употреблять термин фрагментировать украину а вы что против но то что есть насти нужно фрагментировать да да тогда будет потому что украина паразитирует ну смысле киев метрополия паразитирует на регионах донорах я просто статистику зная хорошо в это живете в регионе а при при истории вообще-то киев разделялся фрагментировал или нет кто кто разделялся в гею и ну киев это город он не разделялся он так и прирастал территории а украина тоже прорастала территориями сожалению да и благодаря большевикам россию россию нельзя деграгментировать а киев можно деграгментировать а кто вам сказал что россию нельзя и россию можно кого угодно можно а не плату можно тоже можно почему нет да не я просто спрашиваю более того при допущении вашей водной это вообще будет гламуренько тогда воссоединиться разорванная с большевиками слабожанщина сейчас вот восточная слабожанщина или северная слабожанщина иногда и называет она в россии находится ну а вы считаете что нужно украину порвать на части ну я это плохое выражение порвать на части фрагментировать конституционно фрагментировать я считаю порвать на части ну вот это туда налево туда направо но где-то тогда но нужно оставаться хороших экономичных взаимоотношениях чтобы был народ а а что отчо отчо вам будет с этого ну что будет будет в моем городе будет увеличение благосостояния жизни увеличение значит ликвида от него от него потому что украина развивается на две части россия разорвалась на две части на четыре части советский союз распал то что там легче стало жить да конечно же россия прибалтика казахстан азербайджан живут лучше чем при советском союзе это же неоспоримый факт ну это советский союз я сам скажу советский союз недораспал то ему нужно было распадаться не тупо на 15 частей как его поделили неадекватно большевики а числе на 35 тогда было все тип-топ и не было бы ни конфликтов ничего если бы ссср бы распался по адекватным границам а он сыграть распался по неадекватным границам союзах республик которые начертили большевики короче украина здесь не при делах и украина вот то что распалась то распалась украина там стороне встает но украине нужен украине нужен нет советский союз русская империя и русская федерация нуждается в украине да причем от русская федерация как вы называете украина если распада на две-три новых державы причем родственники не при чем я я считаю и вообще нужно послать на хуй но это отдельный вопрос это же не касается нашего диалога мы говорим о перспективной фрагментации украины а причем от россии россии а фрагментации вообще здесь не при делах я согласен с вами нашем диалоге не при делах я вас понял другое дело что вообще должна вообще не касаться вообще этой теми вам вам как как жителю региона рецепиента это в невыгодная фрагментация украины я тут сами полностью согласен и понимаю вашу позицию потому что украина вас датирует больше чем забирает от вас бюджет а вот харьков это регион донор его на нем украина паразитирует она забирает из него намного больше чем отдает так что вот регионом донором выгодно регионом рецепентом невыгодно вот такая ситуация вы знаете я вы знаете я вот такой легкий слабый обуватель этой жизни я смотрел ролики очень из один украина смотрел он все завис ну а у ролики смотрю похоже все вы откуда сторон то вы откуда киев может вопрос у вас интересный с накид тема беседует если сторон то как раз интересно русскоязычный человек сторон то взгляд издалека тут наши сми одно рассказывает российские другое а с вашей стороны как тут крым за две недели нормально отжали ненормально ну как вам сказать если отжали по принципу который уже out of day это отжали нормально если по норму 20 века то есть в 19 веке кто сильнее то поджимает вот так было право и право сильного да да это в 19 веке ранее 20 веке уже было важно мнение население отжимаемой территории поэтому рейх проводил референдумы как в судетах так и ванга и отжатие судетах и вас ты и по тем временам по нормам то времени было абсолютно правомерным и рейху да это же даже это не вменяли на ли на нервиском процессе просто забрали у как у проигравших но богу их забрали в том числе их территории типа бресла у которой у них и были до второй мировой войны по нормам 21 века уже требуется добровольная или вынужденная согласия митрополии вот в данном случае киева вашего города не самой мэрии а именно как официально киева нужно и что нормы 20 века более справедливый ибо норма 21 века провоцирует такие не цивилизованные страны как украина по-свински относиться к своим регионам но тем не менее нормы 21 века таковы и их установили американцы поэтому с югославии они придерживались именно тех норм которые они установили вынудить белград отказаться от значит территории там хорватии и боснии пользу их независимости они могли просто как по нормам 20 века ввести войска до в хорватии они провозгласили независимости вывести но они стали американцы стали действовать методами которые они сами установили но они не повторяю менее справедливые чем нормы 20 века но тем не менее такие сейчас действуют они начали бомбить белград чтобы принудить его к тому решению которого не хотели то есть согласиться на раздел и дослали так в принципе и россия должна была действовать то есть дальняя авиация например если по нормам дальней авиации бомбить верховную рату министерство обороны украины и так далее чтобы вынудить киев значит пойти на сделку там путем продажи и так далее это было по нормам 21 ну повторяю что россия если по нормам 20 века то есть учитывая мнение отжимаемой территории позитивная данном случае они еще тут вот таком я понял вот и дели правосильного это норма спасибо нет я вам повторяю правосильная норма была в 19 правосильного плюс желание население отжимаемой территории если население не желает правосильного не играет поскольку отжать можно а удержать нельзя правильно труд трудно удержать трудно население согласен что население было за за денежками не красиво побежали побежали за денежки но почему побежали за денежки только за денежками побежали и отмовы от шароварщины украинской тут спокойно живут никто никого не ущемляет я живу в киеве разговаривали на русском и спокойно ага за денежками побежали а за две недели считайте так что ввели солдат другого государства в другую страну и подумать их солдат провели референдум смотрите я знаю украинскую точку зрения но так украина должна была настаивать бы на референдуме под международным контролем однако она не настаивала потому что знала результат будет примерно конечно не нарисованы и там 97 процентов или а было бы там ну 72 процента если объективно проводить вы сами понимаете северная ирландия хотела от англии делиться года два по богу там голос агитировали за против каталония от испании народа же года два правильно тоже агитировали там за против а тут за за две недели ввели зеленых человечков с другого государства провели референдум это все окей вообще-то шотландия хотела они серверами ну ладно шотландия там каталония я с вами полностью согласен других 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 солдат били про вас и него же повторяйте я с вами согласен по поводу сроков две недели это очень мало глубокие тоже там полгода агитирует у нас да и должны быть одинаково представлены как ваше сми украинские так и россии с россиянами сколько разговариваю многие говорят а сейчас предыдущий говорю что значительно хуже жизнь стала после этого наши денежки ушли туда на пенсию было в 65 лет стали на пенсию вы убеждаете вот как будто я крым наши ведь не я рассказываю что предыдущие я считаю что россия допустила здесь почему на россии наложены санкции допущен эксцесс косовского прецедента то есть для достижения тех целей которые перед тобой ставила россия а именно защитить флот от мнимой или действительной угрозы достаточно был абхазский вариант то есть отжать и украины крым признать независимость и заключить заключив военный союз вести войска но не присоединять тогда бы не тогда бы не было эксцесса косовского прецедента не было бы санкций как восьмом году все не было сделано с грузии филигранна поскольку россия присоединила крым этим был допущен эксцесс косовского прецедента что американцу не понравилось именно это именно эксцесс будет заходил бы соедителем земели русских запада за украину болеть украина для них это я политическая слабость которая никому не интересно а а вот а вот то чем россия разозлила штаты это тем что повторяет допустила эксцесс косовского прецедента на донбассе остановится на донбассе кто украина и россии а вот интересно что делать темы что делать тем кто больше виноваты кому что делать чтобы остановить как с нашей точки зрения но два варианта есть вот россия хочет обратно впихнуть в украину эти но с особым страну это вариант меня устраивает потому что тот же особый статус потребует харьков и одесса и прекратится прекратиться это насаждение мовы то есть как канаде будет канаде цивилизованно решается вопрос по языкам полностью решает регион нет никаких вот этот дурацких вот как у вас и так далее партии национал социал-демократического движения в тридцать третьем он победил а стал наверное на пару лет пораньше хорошо в каком году раскрыли рихарда зорги 40 четвертом полно ресурс стал в каком году давайте сперва задам какого числа дата начала первой мировой войны первый мировой вот дата начал не скажу знаю что по моему это был 17 14 год 1 августа такие вещи надо знать ну да не используют хорошо в каком возраст хорошо мой вопрос каком возрасте впервые иван грозный совершил свой первый 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 что первую казнь свою первую первую жизни но я думаю 21 года неверно а кому он первым казнил герцогини какую-то я не помню сына или или книги не он совершил свой первый казнь 20 лет и он казнил михаила шуйского хорошо а когда была курская битва во второй игре войне неверно это вот курская битва на чем характерно что она строго очерчена по датам в истории началась она 5 июля закончилась 23 августа в отличие от других битв которые точными датами не не обозначается так и месяцами хорошо 1 1 советский истребитель самолет истребитель первая модель первая модель ту-4 су-1 а ну да это бомбардировщик по четыре истребитель тире бомбардировщик но хорошо чем закончил могу курская битва освобождением какого города 23 августа вот это не подскажем 43 года не подскажем до харьков ну хорошо хорошо да не у вас специфические знания подождите давайте наименование катюши и где и впервые испытывали технически как она называется я скажу я скажу реактивный артиллерийский снаряд снаряд а если оборудование то реактивное артиллерийское орудие нет бм-13-16 боевая машина версии 12 но эта машина в смысле вместе с транспортным средствам катюши это агрегация бм-13-16 ну да ну сама катюша ее могли выгрузить и применять с земли и этот целостный агрегация но я ну хорошо хорошо может быть хорошо но вы какие-то частные опросы знаете хорошо вот такой вопрос от боли вопрос нечастливого хорошо хорошо я понял берусь меньше ну теперь моя очередь сдавать 22 случая в мире бы массового применения во время боя химического оружия какие годы и и кем против кого первый массовый случай это первая мировая война газозалим немцы против кого-то англичан по-моему использовали а какой газозалим химическое оружие испытывал уже советский союз на своих 30-х годах против губ это городе в городе как он назывался короче рядом с магнитогорском там городок есть рядом с челябинском это это не считается во время боя во время боя два случая ты сидел в 15 тыс идет 16 оба раза не образа немцы против французов то есть французами раме их самые заклятые враги в первой мировой не первый раз применяли хлоров а второй раз применяли и pride за озари когда не применяли тогда за и на ней не применяли за это применяла аумсин река в токийской метро во время войны заре не применялся фазген фазген применял применял тухачевский время подавления крестьянского восстания в тамбовской губернии это фазген был целых ладва азарин а хотя говорят по заре ну интересно вы знаете вот за in каким отравляющим мечтам относится в каком окне он нет она той сих пост в органике то есть там же где и новичок от последние изобретения как и сэр так и сша вот там есть еще такой век с газа слышали но по-русски визу и по-русски визу газа вот эффективность химического оружия определяется так называемой полулетальной дозой то есть концентрации концентрациях микро в микромолях на литр которая обеспечивает летальный исход для половины испытываться для половины испытуемого контингента так вот соответственно чем меньше полулетальная доза тем более считается эффективным отравляющие вещество так вот векс газа имеет раз пять меньшее значение полулетальной дозы то есть они формальных 5 раз эффективнее но по факту более эффективный для поражения мирного населения является зарин почему как вы думаете уровне распространяется диффузия лучше одинаково диффузия потому что зарин имеет приятный запах клубники и мирное население автоматически приятно запах еще раздыхает а векс газа имеет запах дерьма и поэтому неприятный запах человек притормаживает дыхание чтобы его не вдыхать то есть это происходит на инструктивном уровне а вот для личного состава там идет команда газа там уже это вот не меньшее значение имеет там по команде газа не должны надеть противогаз соответственно а вот для мирного населения именно так зарин хоть имеется в 5 раз худший показатель по полулетальной дозе он более эффективный именно именно из-за приятного запаха поэтому ноги аутин рекой распыляла нет террориста а вот усыпляющий газа спросила группа альфа которым усыпляла норд-ост там многие умерли там водой спирт амфитозин группа альфа высыпала газом петозин он не усыпляющий он наркоти наркотического действия то есть транс впадали люди многие погибли да да у меня поэтому кстати и в том числе по отравляющим местам есть ролики если хотите давайте я вам дам название к особо впервые убежал от своей свитой они встретились возле пруда и тот кричит ему хочешь я тебя за рубку и чему научу это чуть-чуть иголку через щупу протаскивать научу без крови и да ладно давай рубите научу отдает ему руть но я да я вспомнил а кто вот по вашему самому успешным советским премьером по современному по советскому называлась прессовыми на или прессов нарком не в курсе я вот значит недавно только начал пересматривать некоторые книги советские начиная получается с двадцать второго года ну понятно коллективизация раскупачивание так далее знаете почему пол-литра водки до сих пор называют в народе называют и не пардон не пол-литра 025 маленькую бутылку водки называют до сих пор народе мерзавчик слышали такое название вас называют я не у вас в городе называют чекушка 033 025 мерзавчик не называют так у вас ну тогда вам не это не интересно это вот тебе а расскажите дело в том что у вас самый успешный премьер был фсср ну по моему мнению рыков такой был он был премьером до тридцатого года и в тридцать восьмом его репрессировал во время сталинского режима и вот именно в честь него была такая водка рыковка слышали нет но это фильмах часто она фигурирует рыковка вот и значит когда это когда эту водку вы выпустили то вне но она называлась рыковка когда рыкова осудили по процессу права троцкинского блока вышинский гособвинитель на этом процессе несколько раз повторял да вы рыков мерзавец и вот и вот с тех пор бутылка 005 литра стали называть имени рыковка и мерзавец 025 солидовать мерзавчик как маленькая но мерзавец не прижилось снова вернулась на пол-литра а мерзавчика так и остался вплоть до конца века название мерзавчик такая вот такая история но хорошо скопировали название канала молодец да все подписывайтесь жду вас на канале спасибо за беседу вы еще раз еще раз из города уральск или какого уральска республика казахстан я понял что казахстан я бывал у вас у вас нет я был семипалатинск караганда павлодар и петропавлович спасибо за беседу всех благ жду вас на канале на дураковаляне разговаривают разговаривают почему же тогда утилитарным государством правильно утилитарное государство правильно великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть один воронеж передали 1922 году воронежской области а в 22 году лифская область где было в австрове ангрии о пойти так это не было но еще раз зафиксировали зафиксировали то что я сказал в татарстане в татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения это факт чих в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо галочку всякую прочую за станицы родные за луга за леуны это за царскую вонщину не надо испытывать наше терпение на любой выбор в нас есть корсойный ответ вплоть до самых крайних мер и я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами от хайкова до гиева 480 километров а до границы с россией 40 и и Субтитры сделал DimaTorzok